Всем огромный привет! И у нас снова переделка. Переделка очередной кровати. После ремонта в доме, и в частности, конечно же, и в этой комнате, эта кровать просто стала выбиваться из общей композиции своим красным цветом и давно просится на переделку. Комната эта небольшая, здесь всего лишь 6 или 7 квадратных метров. Кровать эта тоже небольшая, односпальная, даже, можно сказать, это полудетская кровать. Но все равно, за счет своего темного красноватого цвета, она смотрится громоздкой, поэтому мне хочется просто ее растворить в этой комнате. Переделка будет очень легкая, очень быстрая, экономная. Основная статья затрат здесь будет ткань. Освобождаю каркас кровати от всего лишнего. Каркас тянут 8 конферматами, поэтому разобрать его не составляет особого труда. Так как я хочу, образно говоря, не только растворить кровать в комнате, но и придать уют в комнате, и эта ткань как раз подходит для моей цели. Она светло-голубого пастельного цвета, имеет слегка заметный геометрический рисунок, и у нее слегка бархатистая поверхность. Это не бархат, но, однако, она будет придавать уюта комнате. Кроме того, для воплощения моей идеи, мне нужна ткань, срез которой абсолютно не сыпется. И как раз эта ткань отвечает этим требованиям. Так как ткань имеет бархатистую поверхность, работать с ней нужно аккуратно. И разглаживаю заломы я двоечкой с паром. Сначала проглаживаю небольшой участок и проверяю, не повредился ли ворс на ткани от высокой температуры. Замеряю необходимые мне размеры для поролона. Боковины кровати будут мягкими. Наклею на них сантиметровый поролон. Уйдет у меня два куска поролона размером 1,88 на 26 см. Отмечаю и отрезаю поролон без припусков. Все припуски на то, чтобы хватило обернуть в короткую сторону, уже учтены. Наклеивать поролон на ДСП буду специальным клеем для поролона. Он так и называется поролон плюс. Клей хоть и справляется со своей основной задачей, но работать с ним довольно-таки сложно. Из-за распособки его в таком вот жидком формате. Опытным путем уже неоднократно нами проверено, что наносить на ламинированную поверхность этот клей возможно только губкой и очень тонким слоем и очень-очень быстро. И при этом стараться не попадать вторым слоем на уже нанесенный слой клея, иначе первый слой начнет скатываться. Так как я взяла поролон достаточно тонкий, самостоятельно он форму не держит. И чтобы избежать перекосов при наклеивании его на ДСП, придаю сначала отрезанному куску поролона четкую форму, ну или попросту выравниваю края, его натягивая. Теперь дело за боковыми срезами. Приклеиваю сначала одну сторону, затем наношу клей и приклеиваю вторую короткую сторону. Срезаю поролон под углом 45 градусов с внутреннего края по направлению к необработанной стороне боковушки. Срезаю поролон подобным образом для того, чтобы минимизировать утолщение края на изнаночной стороне при обшивании тканью. Вот таким образом будет закладываться ткань, когда будет натягиваться ткань. И вот тут еще есть липкий край, можно посмотреть, как это будет выглядеть. Выглядит будет все красиво, очень ровно, никаких срезов неровных не будет. Вот таким образом будет выглядеть край кровати. В ютюбе мне нравится наблюдать за профессиональными мебельщиками. Особенно завораживающе для меня действует, как они щедро распоряжаются мебельной тканью. Я же действую скромно, как любитель. И рассчитываю и краю ткань экономно. Переношу точные размеры деталей на ткань, давая при этом только необходимые припуски. Я переношу направление ворса на ткани, на боковушке. Провожу здесь тоже стрелочки в этом направлении. Потому что сейчас я натяну ткань, эта стрелка у меня закроется, я не буду видеть, где в каком направлении идет ворс. А так, когда уже буду собирать весь каркас кровати, я буду видеть, куда и как мне оставлять эти боковушки, чтобы они у меня не были разноплановыми. Одно направление ткани идет туда, другое сюда. В общем, я не буду путаться в этом вопросе. Размер боковушки у меня 1,88 на 20 см. Без учета толщины ДСП. Для того, чтобы обтянуть уже с поролоном боковушку, я отрезала ткань размером 33 на 197 см. Передняя и задняя спинка этой кровати представляют собой просто банально кусок плиты ДСП. По которому по краю идет вот такая золотистая окантовка. Она приклеена намертво, не снимается. Поэтому будем работать уже с ней. Когда застелена постель на кровати, то спинки кровати практически не видны. Поэтому делать их мягкими или каким-то образом их украшать нет смысла. Вы можете сказать, какой же смысл тогда делать эту всю работу. Ведь боковушки тоже будут не видны, будут застелены покрывалом. Изголовье и задник тоже будут мало видны. Но есть один момент. Во-первых, я хочу изменить способ заправки покрывала. Потому что такую красоту, которую получится, прятать нельзя. Во-вторых, кровать у нас стоит так, что изголовье кровати всегда выглядывает из-за стены. Вот таким вот образом кровать у нас расположена в комнате. Не спрашивайте, почему так. Хотя есть, конечно, возможность ее поставить и по-другому. Еще есть свободные две стены, возле которых она прекрасно помещается. Изголовье не было бы видно. Но вот так вот и переставлять мы ее все равно не собираемся. Не знаю, почему так, но вот так сложилось. И так же я хочу ее оставить. Поэтому, как видите, изголовье выглядывает, оно видно, оно красного цвета и оно раздражает глаз. Итак, прежде чем начинать работу с изголовьем и задней стенкой, мне нужно надежно закрыть блестящие элементы кровати. Совмещаю ткань с изголовьем так, чтобы геометрия рисунка на ткани не была перекошена. Креплю ткань кверху ДВП просто прищепками, чтобы случайно ее не сместить. Так как клей в тонком слое очень быстро сохнет, приклеиваю ткань к поверхности изголовья поэтапно. Эта часть работы достаточно волнительная для меня, так как клей нужно нанести без пропусков, а самое главное, его нужно нанести равномерно и очень тонким слоем. Иначе, если допустить излишки клея, то в этих местах он проявится на ткани желтыми пятнами и испортит всю работу. Но все эти сложности можно нивелировать, просто используя клей-баллончики. Но уже тут решающим фактором в выборе будет цена. Я вот предпочла немного помучиться, но сэкономить. И забегая вперед, скажу, что все получилось. Клей на поверхности ткани нигде не пробился. Очень плотно прижимаю ткань к срезу золотистой окантовки, чтобы не образовалась разрыва между ней и тканью, и чтобы в результате получилось плотное прилегание и не просвечивался бы темный цвет ДСП. Канцелярским ножом под углом в 45 градусов вдоль образовавшейся четкой линии края отрезаю лишнюю ткань, оставляя не обрезанными припуски. На припусках делаю небольшой отступ, чтобы он на коротких срезах изголовья закрыл места отступа для окантовки. На нижнем коротком срезе ткань обрезаю в край, не подворачивая ее. На боковых срезах ДСП буду делать края ткани стык в стык, поэтому промазываю и ДСП и наношу клей на ткань очень тонким слоем. Приклеиваю ткань таким образом, чтобы предполагаемые края ткани с обоих сторон изголовья сошлись по ровной прямой короткого края изголовья. Эту линию хорошенько формирую, лучше всего получается это сделать ногтем, так как чувствуются все неточности, если они получились. И уже на ровной поверхности отрезаю лишнюю ткань. И посмотрите как получилось аккуратненько, не видно ни одной щелочки, ни одного зазорчика. Теперь уже можно снимать малярную ленту с окантовки изголовья. Точно те же действия повторяю и для торца кровати. Осталось только обтянуть боковушки кровати тканью. И вот тут меня ждал неприятный сюрприз. А сюрприз состоял просто в отличном качестве ДСП. Представьте себе, бывает и такое, что хорошее качество вызывает недовольство. Все дело в том, что ДСП из которого сделаны боковушки настолько плотные, что скобы в него не вбивались. Сначала я подумала, что дело в пистолете, но проверив на другом уже более современном куске ДСП, поняла, что дело все-таки в деталях кровати. В общем, чтобы скобы заходили в ДСП не загибаясь, пришлось как-то приноравливаться. Кстати, у нас уже был опыт переделки старой кровати, ссылку я оставлю вверху на это видео и там такой проблемы у нас не возникло. Прибиваю ткань по краю сначала с большими равномерными промежутками, а затем уже уменьшаю промежутки между скобами примерно где-то до 2-3 см. Чтобы ткань в готовом виде как можно более плотно прилегала к поролону, перед креплением со второй стороны ткань натягиваю и прижимаю в ходе уже работы к полу коленями. Работаю с уголками. Ткань мебельная у меня очень плотная, толстая. Работать с уголками довольно-таки сложно. В первую очередь закладываю вдоль торца ткань и пристреливаю ее. Натягиваю как можно больше. Теперь закладываю уголочек таким образом. На два треугольника закладываю ткань один и потом второй. И закладываю на изнаночную сторону обе ткани. И вот здесь образовавшуюся лишнюю ткань мне нужно обрезать. Можно еще обрезать ее больше, чтобы она не сделала здесь утолщение, не создавала. Вот таким образом и заворачиваю вот таким образом ткань. И пристреливаю ее. Вот так смотрится уголочек с внешней стороны. Довольно аккуратно для такой толстой ткани. Открываю отверстие для вкручивания конфирмата. Выхожу на финишную прямую. Это всегда очень приятный момент видеть как преображается вещь. Вещь, которая буквально за несколько дней до этого тебя только раздражала и была готова уже отправиться в комиссионку, а сегодня смотришь на нее и не можешь нарадоваться. Как нельзя кстати нашлись в наших бесконечных запасах декоративные заглушки на конфирматы серого цвета, которые сюда идеально подходят. Вот как получилось аккуратно состыковать ободок изголовья с тканью. Места прилегания изголовья и боковушек очень плотные, исчезли зазоры, которые были до этого. И вот как кровать смотрится в комнате. Давайте вспомним как было до. И вот уже как после переделки. Красиво, уютно, свежо, современно, стильно. В общем переделка удалась. Кстати, обратите внимание на эту люстру. Я ее сделала из банальной крышки для сковороды против жира. Этот диайвай выйдет в следующих видео, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы его не пропустить. И вот как я планирую заправлять кровать, убирая края покрывала под матрас, чтобы не закрывались буковушки кровати. А остатками ткани я освежила внешний вид покрывала. Ну а мы с вами увидимся в следующих переделках. Всем творческих успехов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.